Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! На телеканале Магия Кухни Прогноз Погоды и его ведущая Анна Ткаченко. По традиции в конце выпуска я расскажу вам о полезных свойствах продукта. Сегодня это будет сельдерей, но сначала о погоде на воскресенье 28 апреля. На юго-западе страны Вактау ожидается солнечный день. Температура воздуха в светлое время суток плюс 16-18 градусов. Ночью будет 10-12 тепла. На западе Казахстана в Актубе солнечно. Дневная температура составит 14-16 тепла. Ночью будет плюс 4-6. Геомагнитное поле с незначительными возмущениями. На берегу реки Урал в городе Атырау солнечно. Днем столбики термометров покажут плюс 18-20. Ночью 11-13 градусов выше нуля. Небо над городом Байконур обещает быть безоблачным. Температура воздуха днем составит плюс 13-15 градусов. Ночью 2-4 тепла. Все показатели в норме. На побережье озера Балхаш в одноименном городе день пройдет без осадков. Температура воздуха в светлое время суток плюс 5-7. Ночью будет 2-4 градуса выше нуля. Атмосферное давление 742 миллиметра сутного столба. В предгорьях Улытау, Жасказгане, теплое весеннее воскресенье. Температура воздуха днем составит плюс 10-12. Ночью 0-1 градус. В многонациональной Караганде день будет пасмурным без осадков. Температура воздуха днем 8-10 тепла. Ночью 0-1 градус. Ветер порывами до 17 метров в секунду. В колоритном Кокшетау синоптики прогнозируют пасмурный день. Возможны осадки в виде дождя. Температура в дневное время плюс 10-12 градусов. Ночью 4-6 выше нуля. В казахстанском городе Невест Костанае облачно. Днем температура воздуха составит плюс 12-14 градусов. Ночью будет 4-6 выше нуля. Относительная влажность воздуха 72%. В Казаларде ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днем 14-16 тепла. В ночное время суток плюс 3-5. Геомагнитное поле с незначительными колебаниями. В Павлодаре пасмурно. Возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью 3-5 выше нуля. Влажность воздуха 87%. В Северном Петропавловске прогнозируются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 10-12 градусов. Ночью 4-6 тепла. В Семее 28 апреля пасмурно. Столбики термометров днем покажут плюс 10-12 градусов. Ночью 2-4 выше нуля. В предгорьях Джунгарского Алатау Талдыкургане ожидается солнечный день. Температура воздуха в светлое время суток плюс 10-12 градусов. Ночью 1-3 тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. В живописном Таразе воскресный выходной будет солнечным и ясным. Проведите время с близкими людьми. Температура воздуха днем плюс 12-14 градусов. Ночью 1-3 выше нуля. Влажность воздуха составит 87%. В городе Металургов Тимиртау ожидается переменная облачность. Столбики термометров днем покажут плюс 9-11. В темное время суток 1-3 тепла. В древнейшем Туркестане солнечно и тепло. В светлое время суток плюс 16-18 градусов. Ночью 4-6 выше нуля. В сердце западного Казахстана Уральский 28 апреля ожидаются осадки в виде дождя. Температура воздуха днем плюс 16-18 градусов. Ночью будет 6-8 тепла. Влажность воздуха 69%. На востоке страны Вусткаменогорске синоптики прогнозируют пасмурный день без осадков. Столбики термометров днем покажут 6-8 тепла. Ночью от нуля до минус 1 градуса. В гостеприимном Шамкенте ожидается солнечный, теплый весенний день. Столбики термометров в светлое время суток покажут плюс 15-17 градусов. В темное время суток 4-6 со знаком плюс. Атмосферное давление 717 миллиметров сатутного столба. В городе с самым крупным угольным разрезом в мире Экибастузи ожидается пасмурная погода. Температура днем составит плюс 12-14 градусов. Ночью будет 6-8 тепла. В контрастном Алматы ожидается пасмурное воскресенье. Вероятны осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем составит плюс 10-12 градусов. Ночью будет 3-5 тепла. Геомагнитные колебания до 3 баллов. В столице нашей республики Нур-Султане переменная облачность. Небольшой дождь. Днем плюс 9-11 градусов. Ночью от 0 до 1 градуса тепла. Порывы ветра до 20 метров в секунду. В период межсезонья нужно особенно тщательно заботиться о своем здоровье и здоровье ваших близких. Одевайтесь в соответственной погоде и формируйте рацион питания из полезных продуктов. Знаете ли вы о пользе сельдерея? Он обладает антиаллергическим, антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами. Способен замедлять процессы старения, так как уникальный набор, содержащихся в нем белков, витаминов, кислот и минералов, обеспечивает стабильность клеток организма. Он имеет успокаивающее свойство. Эфирное масло, находящееся в корнях и стеблях, стимулирует секрецию желудочного сока. Его включают в меню больных с сахарным диабетом. Он улучшает водно-солевой обмен, поэтому его особенно рекомендуют пожилым людям. Прогноз погоды провела для вас выпускница Казахстанской медиа-академии Анна Ткаченко. Дарите друг другу тепло и заботу. Будьте здоровы и любимы. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия. Это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни». Метеопрогноз. Облачная кухня.